МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Украине вчера нацистско-бандеровские, по сути дела, фашистские силы запретили Компартию Украины. Мы сегодня сделали заявление на сей счет, обратились ко всей общественности, не только европейской. Я внимательно прослушал от первого слова до последнего итоги этой конференции. Первое, президент хорошо владеет проблемами, особенно в международной жизни. Подробно их комментировал, зная в деталях и предлагая довольно эффективный рецепт. Его государственно-политическая линия, которую он начинал еще с Мюнхенской речи, потом продолжал на Валдайском клубе, затем ее продлил в своих выступлениях, когда возвращался на родину Крым-Севастополь и в послании, продолжено и по ходу этой конференции. С многим мы солидарны, во многом поддерживали и будем максимально помогать, чтобы наступили на Ближнем Востоке, чтобы закончился кризис на Братской Украине, чтобы наши международные позиции укреплялись и были сильнее. Но по-прежнему прослеживается государственно-патриотическая линия во внешней и во многом либеральная внутри страны. Они не стыкуются и друг другу максимально противоречат. Я думал, в послании он прямо скажет, что правительство реально не справляется. Он этого не сказал, а сегодня он считает, что правительство довольно эффективно работает. Мы не разделяем эту точку зрения. Тот кризис финансо-экономический, который у нас в стране, по сути дела является рукотворным кризисом. Те, кто занимаются этой политикой, они даже 35% сегодня, подчеркнул президент, из своих же антикризисных мер просто не выполнены. На самом деле невыполненных позиций гораздо больше. Если взять, допустим, закон о промышленной политике, который мы здесь приняли, он должен был подкреплен особым отношением к науке, качественному образованию и подготовке специалистов будущего по развитию базовых отраслей производства, начиная от машиностроения и заканчивая легкой текстильной кожевиной обувной, где быстрее всего оборачиваются ресурсы и можно получить отдачу. Эта тема не получает развития, а оправдание беспомощности Улюкаева-Шувалова команды, оно ничего не добавит ни нашей стране, ни мерам по выходу из кризиса. Да, село прибавило плюс 3%, но фермер не спасет. Можно сколько угодно говорить о фермере, но фермер может быть эффективным, если он имеет 100 гектаров и минимум 10 миллионов рублей первоначальной поддержки. Те небольшие примочки, которые дают фермеру, их ликвидируют первые же погодные невзгоды. На мой взгляд, можно было более обстоятельно осветить то, без чего сегодня мы не рванем вперед. Четвертая промышленная революция стучится во все двери. Она требует очень качественной подготовки кадров, великолепных студентов, крупных инженеров, продвижению новых идей и уникального опыта. Мы с ним обсуждали проблемы развития народных предприятий. Даже на фоне кризиса народные предприятия оказались самыми эффективными, самыми успешными, самыми устойчивыми и самыми социально защищенными. Вот это надо продвигать жизнь, тогда мы получим необходимый результат. На мой взгляд, службы Ливанова, которые угробили народные образования, тоже получают индульгенцию, а не осуждение. Вот сейчас писали контрольные сочинения и все остальное. Даже по географии Карда и Второй написал на двойку. По математике положение еще хуже. С сочинениями, вообще-то говоря, это скорее похоже на анекдот, нежели на серьезную проверку знаний. Поэтому, высказывая линию на укрепление нашей экономики, очень важно подтвердить и мерами, которые необходимо принять и по отношению к правительству. Да, президент говорит, не люблю менять свои кадры. Но если кадры не тянут, и если эти кадры загоняют страну в еще более глубокий кризис, то надо давать им принципиальную оценку и искать решение этой проблемы. В послании было сформулировано, на мой взгляд, очень мудрая мысль о необходимости солидарности, сплоченности в обществе. Ну, каким образом? Добиться сплоченности, когда Карда и Второй живет на 15 тысяч рублей менее в месяц, а цены выросли на продовольствие на 23%, на коммуналку прут вперед. И даже пенсии не компенсированы в соответствии с законом. Да, можно ссылаться на то, что цена на нефть и газ падает, но, вообще-то говоря, она вряд ли будет повышаться. Сейчас с 1 марта Иран выбросит на мировой рынок почти миллион баррелей нефти. Американцы впервые за 40 лет раскупорили свои хранилища и будут экспортировать нефть. Если это в сумме сложить, можно отнимать от цены нынешней на нефть еще 5-7, а может быть и 10 долларов. Тогда ответьте на вопрос, за счет чего будет компенсация. А это означает, надо поддерживать все производство, малый и средний бизнес, на ладан дышат. Я сегодня слушал передачу утром на российском канале. Правильно там деловые люди говорят, невозможно ничего сделать и невозможно продать товары. Я удовлетворен тем, что он поддержал рынок, но рынок тот, колхозный рынок, который позволил бы продать свою продукцию. У нас было 3 тысячи рынков, осталось 1 тысяча. Человек производит свою продукцию, а ее скупают перекупщики. А те, кто производили, опять сидят с пустым карманом и не в состоянии дальше развивать свое производство. Мой главный вывод государственно-патриотической линии во внешней политике, обязательно должна немедленно быть подкреплена соответствующей политикой внутри страны. Никакой рынок, никакая либеральная каша эту задачу решить не может. И когда все больше пахнет 90-ми в экономике, то это весьма тревожный симптом. И последнее. Чтобы была солидарность и сплоченность, особо отметил президент послания, нужны честные выборы, которым бы общество доверяло. И здесь вопросы выстраивания эффективной политической системы в кризисных условиях приобретают особый смысл. Уже 14 партий могут идти на думские выборы, не собирая подписи. Кто еще, сколько там наклепает, я не знаю. Но это означает размывание всех голосов. Это означает идти на выборы по опыту Украины. Вы их видите не только Майдан, но и их заседания. Нынешняя дума представляет 91% избирателей. Пополам 225, когда будет в списке 15 партий, это означает, что 30% голосов уйдет в песок. Их растащит мелочевка. А если брать одномандатные округа, там по большинству голосов, там не обязательно 50% набирать. Это означает, почти половину голосов тоже уйдет в песок. Это означает, что новый состав думы будет малопредставителен. Он будет повторять те лихие 90-е и украинский Майдан в современных условиях. И тут надо партии власти думать, хорошо думать и разумно регулировать эти процессы, пока еще есть время. И так, с одной стороны, многое обнадеживает государственную политическую линию, а с другой, либеральная экономическая и финансовая модель подрывает эти возможности. Надо все привести в соответствии. Редактор субтитров А.Семкин